Имя Георгия Владимировича Маслова сегодня мало кому известно. Оно и останется в тени, потому что умер Маслов в 1920 году на больничной койке в Красноярске, не достигнув и 25 лет. Умирал он тяжело, сыпным тифом, но и перед смертью продолжал выправлять свою поэму «Аврора». Так начал воспоминания о Георгии Маслове филолог и пушкинист Юрий Пинянов. Пушкинист Пинянов, вспоминающий пушкиниста Маслова. Вчера за чашкой пуншевою с гусаром я сидел и молча с мрачную душою на дальний путь глядел. «Скажи, что смотришь на дорогу?» – мой храбрый вопросил. «Еще по ней ты, слава богу, друзей не проводил». Георгий Маслов появился на свет 22 мая 1895 года по старому стилю. По новому стилю это 3 июня, самое начало лета. Длинные дни и короткие теплые ночи. Короткими и теплыми они были и в Маршанске, в Петерской губернии, где Маслов родился в семье подпоручика резервного батальона Владимира Маслова и его законной жены Любови Николаевны. Но Маршанска Маслов не запомнил, потому что и прожил там всего ничего. Нет, Маршанска он не запомнил. А вот село Абдулино Бугурусланского уезда Самарской губернии не просто запомнил, но и видел потом часто во сне. Потому что там прошло его раннее детство вплоть до переезда в Самару в 1905 году, где Маслов пошел в первый класс Самарской гимназии. В начале 20 века Самарская мужская гимназия размещалась вот в этом здании на улице Троицкой. Здесь, над окнами второго этажа, красовалась надпись, выведенная крупными буквами «Гимназия», слева и справа от которой было написано «Открыто» в 1856 году и построена в 1898. Стало быть, это именно сюда ходил получать свои первые пятерки и двойки гимназист Маслов, проучившийся в Самаре три года. А в мае 1908 он, окончив третий класс с наградой первой степени, был переведен в гимназию города Симбирска. В характеристике, полученной им при переводе из одной гимназии в другую, было сказано «Поведение отличного к своим ученическим обязанностям относится добросовестно, с товарищами дружен, к старшим и начальству уважителен, способный, много времени проводит в приватном чтении книг. Гимназист Маслов считается желательным учеником для любой гимназии». Итак, в мае 1908 года способный и прилежный гимназист Маслов покинет и эту гимназию, и Самару тоже. Правда, покинет не навсегда. Он еще увидит и город Самару, и его окрестности. Правда, увидит уже не в этой, а совсем в другой жизни. Собственно говоря, из Маршанской, где вот он родился, он переехал в том возрасте, когда у него еще воспоминаний не осталось. Первые его детские воспоминания связаны как раз с Абдулиной и с Самарой. То есть летом, ну как выезд на дачи, летом семья выезжала туда в Абдулина, тогда еще Силуани город, а зимой находилась здесь в Самаре. 7 мая 1915 года Георгий Маслов, которому вот-вот исполнится 20, прочел в пушкинском семинарии Венгерва доклад на тему цезура в пушкинском пятистопном ямбе. Доклад был опубликован и стал единственной пушкиноведческой работой Маслова, опубликованной при его жизни. К этому времени Маслов уже почти два года был студентом историко-филологического факультета Петербургского университета, где специализировался по группе славяно-русской филологии. Пушкинский Петербург, куда он приехал из Волжской глубинки, потряс его. Казалось, что здесь другие, не только проспекты и дома на них, но и небо, облака над дневой, воздух, другое все, как будто не из этой жизни. Неудивительно, что на этой другой земле и под этим другим небом у Маслова стали рождаться одни стихи за другими. Вся улица в тумане, какой печальный май, валяйся на диване и о тепле мечтай. Да уж, тумана здесь было хоть отбавляй, но где-то там, в туманной дымке, ему то и дело чудился Пушкин и его современники. Современниками же самого Маслова, не просто современниками, а товарищами, друзьями, также были те, кому эти туманы и небо над городом казались не просто туманами и небом. Они так и просились в строчке пятистопных ямбов и четырехстопных хореев. Сергей Есенин, Лариса Рейснер, Елена Тагер и другие. Впрочем, вот о ней-то, о Елене Тагер, надо сказать особо. 29 сентября 1916 года Георгий Маслов обратился с прошением к ректору Петроградского императорского университета разрешить ему вступить в первый законный брак с мещанской девицей Еленой Михайловной Тагер. А в ноябре того же года молодые были обвенчаны в городе Пушкино в церкви святых первоверховных Петра и Павла при императорском университете. Самара все-таки не сказать, чтобы она настолько скудна культурными силами. И, как ни странно, даже во времена Золотого века были уже авторы и были, выражаясь современным языком, интеллектуалы каким-то образом связанные, если не с Пушкиным, то с Пушкинским кругом. То есть, как минимум, там можно назвать несколько, ну, начиная от того же Фторова, там еще несколько авторов, которые связаны с этим кругом. То есть, не сказать, чтобы это было что-то совсем из ряда вон выдающееся. То есть, если все-таки в историю литературы и интеллектуальной жизни Самары глубоко вникнуть, то надо сказать, что Маслов в этом смысле некое такое, некий яркий всполох. Осенью 1914 года в Петербург переехал из Киева только что избранный академиком Владимир Николаевич Перец. Все петербургские молодые пушкинисты, как один, устремились на его вступительную лекцию. Маслов, Тынянов, Комарович, они готовы были рукоплескать вновь избранному академику. Но неожиданно Перец начал нападать на пушкиноведение. И вместо сторонников приобрел в лице молодых пушкинистов яростных оппонентов. Да, эти молодые пушкинисты были зубастыми, еще какими. Но юношеский задор был не единственным их достоинством. Каждый из них готов был работать день и ночь, лишь бы приблизиться к пониманию еще одного пушкинского смысла. Верно прочитать хотя бы одну пушкинскую строчку. Осенью 1915-го Маслов сделал на заседании пушкинского семинария доклад Пушкин и Энгельгард. А еще через год, в 16-м, начал работу над дипломным сочинением о лицейских стихах Пушкина. Он уже представлял, как сам будет учить студентов и начнет разгадывать с ними пушкинские загадки. Но этим мечтам не суждено было сбыться, потому что на пороге стоял 1917 год. До окончания университета Маслову оставалось всего несколько экзаменов. Его уже наметили оставить при кафедре русской литературы. И вот здесь-то и громыхнула та самая революция, в которой не было ничего пушкинского или поэтического. Хотя понятно это стало далеко не сразу. Вскоре после февраля Маслов выехал с женой в Симбирск для организации, выбрав в учредительное собрание. И занялся общественной политической деятельностью. Туда же, в Симбирск, в ноябре пришло распоряжение ректора о сдаче сессии, перенесенной на декабрь. Ну а теперь пушкиниста Маслова ждали уже совсем другие экзамены. Он уже тогда был значимой фигурой, и мы сейчас его просто заново переоткрываем. Ну а сейчас, как бы, сейчас, я думаю, это связано с тем, что, может быть, спустя столетие вот те темы и те события, которые на протяжении этого столетия под спудом оставались, может быть, они сейчас актуализируются заново по каким-то причинам. В июле 1918 года способный и прилежный гимназист, а вчерашний пушкинист Маслов записался в народную армию Каппеля. А в сентябре, накануне падения Симбирска, отправился вместе с этой армией на восток. Вот тогда-то он и увидит в последний раз Самару из окна поезда, который следовал на Бугульму и Уфу. А вот мать и сестра Георгия Маслова, которые следовали другим путем по Волге, пароходом, остановились в Самаре. Но Самары не узнали. Теперь это был не тот спокойный и немного ленивый волжский город, по улицам которого бродили мужики с криками «Кому чинить? Лудить? Ножи точить!» Теперь это был город, который, кажется, ощерился этими самыми ножами, думая, кому бы всадить их в спину. К ноябрю 1918 года Георгий Маслов добрался до Белого Омска. А в декабре этого же года в Симбирске у него родилась дочь Аруся Аврора Георгиевна. Ее не станет рано. В 1937 году отец и дочь так никогда и не увидят друг друга. Жизнь пушкиниста Маслова оборвалась в 1920-м. Ему еще не было 25 лет. Отступая с армии Колчака все дальше и дальше на восток, Маслов добрался до Красноярска, где его и догнала смешанная инфекция возвратного и сыпного ТИФа. Оттуда, из Красноярска, его жене позже привезут его рукописи и обручальное кольцо, которым Маслову было больше не нужно. Оставь, гусар, ах, сердцу больно, я с грустью отвечал. Увы, одной слезы довольно, что потравить бокал. С вами был Михаил Перепелкин.